К нашему эфиру из Москвы присоединяется антрополог Александра Архипова. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажу сразу нашим зрителям, что вот группа мониторинг актуального фольклора и организация «Белый счетчик», которая занимается подсчетом людей на акциях протеста в России, провели исследование тех, кто пришел на марш Немцова. Александра одна из исследователей, собственно. И сначала коротко давайте, Александра, скажите нам, что вас больше всего удивило в результатах? Мы проводили наблюдения и также социологический опрос. Один из самых сильных результатов этого опроса – это то, что посетители этого митинга среднемедианный возраст 47. То есть половина участников митинга – шествие старше 47 лет. Это сильная возрастная разница по сравнению с теми, с участниками, например, летних московских протестов против недопуска кандидатов на выбор в Мосгурдуму, когда средний возраст был 29-30 лет. Вот о причинах этого мы с вами еще поговорим, Александр, о причинах мы еще поговорим, но я хочу зрителям еще рассказать, ну, собственно, показать результаты вашего исследования, обсудить их с вами. На марш пришли 22 300 человек, по данным «Белого счетчика», опрошено было 453 человека. И вот процент отказа – это 17,7 среди опрошенных мужчин больше, чем женщин. Соотношение примерно 60 на 40, точные цифры вы видите у себя на экране. Александра, вы у себя в Фейсбуке пишете, что это почти всегда так. Почему? Имея в виду гендерный ассортный баланс. Понимаете, в очень редких случаях женщин на митингах оказывается больше. И, как правило, это происходит в случае Москвы, когда женщины начинают защищать социальные явления. Это пенсионная реформа 2018 года, это борьба против реновации, против разрушения ветхого жилья в 2017 году. Тогда женщин вышло гораздо больше. А традиционно с политическими лозунгами все-таки выходит мужчина больше? Да, традиционно с политическими лозунгами выходит больше мужчин и на политических акциях. И если у нас распределение демографическое мужчина и женщина сейчас примерно порвано, получается, что мужчины на 10% перепредставлены на политических акциях. Хочу показать нашим зрителям еще одни цифры. Вот упомянутый уже и вами медианный, то есть средний возраст 47 лет. Самый большой процент в возрастной категории 51 год и выше, до 66. Далее, 36-50 лет. И вы, Александра, пишите, что более возрастной публика была только на митинге компартии. Ну и для сравнения говорите о том, что во время летнего протеста на Сахарова средний возраст был 32 года, а не 47. Почему, по вашим оценкам, в бой идут одни старики? Это цитата из вашего же поста. Потому что это связано с другим важным показателем. Когда эти люди, которые пришли на эту акцию, были инициированы на протест. А инициированы на протест, большинство из них, 65% участников опрошенных, были больше, чем 5 лет назад. Некоторые ходили еще в советское время, потом 91-й год, 93-й. А почему не были инициированы люди младше 35-ти, например, условно? Возможно, потому что у нас на самом деле есть две волны протестующих. Одна волна, более молодая, протестует и требует каких-то актуальных изменений и борется за конкретные действия. За допуск депутатов, против полицейского насилия, вот за такие вещи. Вторая волна поддерживает более старую и более общую либеральную повестку. Вот именно эта группа пришла на Министерство. То есть, по вашим оценкам, просто спала актуальность требований, ну я не знаю, как расследовать дело убийства Немцова или изменения, не допустить таких изменений в Конституцию? Нет, просто пришли те люди, для которых Немцов является как бы героем нашего времени. Это возрастная группа, которые были инициированы на протест довольно давно. Что ж, поняла? Эту протестную группу мы видим. Что ж, поняла. Спасибо вам большое за ваши оценки, за ваши исследования. Александра Архипова, антрополог, была гостем в нашей студии. Спасибо. Продолжение следует...